С незапамятных времен человек научился обрабатывать глину. Умелые руки, гончарный круг и печь. То, что нужно было мастеру во все времена. Гончарное искусство до сих пор поражает воображение. Почему? Попробуем узнать у Ольги Яковлевой. Ведь в ее мастерской каждый день происходят чудеса. Оля, как ты считаешь, в чем уникальность керамики и почему она до сих пор так востребована? Уникальность керамики, наверное, в том, что глина до такой степени податливый материал, что она под руками, под какими-то эмоциями, она может принимать форму. Формы совершенно разные, начиная от посуды, от тарелок и заканчивая какими-то архитектурными формами. Ну и еще один важный момент, очень это то, что это экологически чистый материал. То есть не имеет каких-то вредных примесей. Это то, что дает нам природа. У тебя очень много изделий в разной технике совершенно. Вот ты можешь провести небольшую экскурсию по своей мастерской, чтобы мы эту всю красоту увидели? Да, единственное, у нас, наверное, не получится начать с самого начала, поэтому мы будем по ходу движения. То есть вот это наш стол, на котором находятся сырые изделия, которые сушатся. То есть прежде чем изделие поставить в печь, оно должно высохнуть в естественных условиях под обычной температурой, то есть 17-20 градусов. Этот процесс занимает около недели. 4-5 тоже зависит от погоды, от влажности воздуха. Вот они, наши изделия. Происходят вот такие вот казусы, когда влажность очень сильно меняется, происходит треск. Вот они, изделия наши, еще не высохшие. То есть можно даже проследить, что здесь глина сухая, здесь еще влажная, она не просохла. Все это сушится, затем мы губочкой все это аккуратно, красиво затираем, чтобы не было вот этих неровностей. И ставим в нашу печь. Печь у нас небольшая, на 60 литров. Печь наша, русская, собирается здесь, в России. Печка полностью загружается вот такими сырыми изделиями и обжигается. 8 часов идет обжиг, еще порядка 10 часов печь остывает. После этого мы ее открываем и выгружаем изделие. То есть температура в печи тоже зависит от состояния глины. То есть это может быть от 800 градусов и заканчивая 1230-1280, если это фарфор или фаянс. Что мы сегодня будем делать? Что попробуем помять? Мы попробуем помять сегодня глину. Попробуем слепить, наверное, тарелку, которая потом может перейти в чьи-то хорошие руки. Да. Да? Попробуем? Да, давай. Оль, ну рассказывай, с чего начинаем? Работать на гончарном круге. Для начала мы берем глину, скатываем из нее шар, чтобы она очень сильно уплотнилась и там не было воздуха. Затем этот шар присаживаем на гончарный круг, чтобы он был более-менее по центру и уже начинаем работать. То есть гончарное дело это такая вещь, где все-таки сила нужна. Поэтому, наверное, большинство гончаров все-таки мужчины. У нас в городе девушек, дам, которые занимаются гончарным делом немного, но они есть. После того, как мы ножком глины присадили на круг, мы начинаем его проминать. То есть вот таким вот образом, поднимая, опуская глину, мы выпускаем из нее воздух. Потому что если воздух в глине останется, а после того, как мы поставим в печь, может изделие треснуть. То есть проминаем таким образом раз 5-7. Плюс создаем нашей глине центр, чтобы изделие было центрованное. И вот после того, как мы глину промяли, мы начинаем разводить стеночки сосуда. Вставляем пальчик, углубляемся вниз. И разводим стеночки. Со стороны все-таки кажется очень просто. Со стороны кажется, да, что очень просто. Но все-таки вот именно тот процесс, когда мы глину проминаем, поднимаем, опускаем. Силу нужно применять, прилагать. Потому что глина довольно-таки жесткая. Нужно чувствовать ее сопротивление. И сила нужна обязательно. После того, как мы развили наш центр, поднимаем стеночки. Возьмите сосуда. То есть насколько позволяет наш ком. Естественно, чем больше ком, тем выше высота изделия. Чем меньше ком, тем ниже. Мы попробуем слепить тарелочку, да, Тань? Сейчас я тебе делаю цилиндр. То есть цилиндр это исходная форма, в принципе, для любого изделия. Уже из цилиндра можно делать тарелки, можно делать вазы, можно делать горшочки. Может быть, ты помнишь свою первую работу? Наверняка она тебе не так просто далась, как вот эта тарелочка в будущем. Ну, прежде чем сделать что-то, что у тебя есть в голове конкретное, годы два, наверное, да, я мяла глину, тонны две, две с половиной, наверное, глины я извела. Это было в течение двух лет. Это очень сложный процесс, но гончарное дело – это ремесло, и, в принципе, ремеслу можно научиться, это дело техники. То есть уже, да, расписывать, покрывать глазурьми, ангобами, там уже нужен какой-то художественный вкус, и рука набита. А здесь это просто точность движения, сидеть, лепить, и, в принципе, все получится. А вот каких ошибок нужно избегать при работе с глиной? Может быть, есть какие-то уже правила, которые ты для себя вот открыла? Ну, с самого начала, если это то, что глина должна быть нужной консистенцией, она не должна быть жидкой, она не должна быть слишком мягкой и не должна быть слишком твердой. Если будет слишком твердой, будет сложно поднять. А что еще? Да и все практически. А дальше уже все зависит от рук. Как руки пойдут. Сядем, попробуем сделать форму с тобой. Так, посадка за кругом у нас стандартная. Ногу можешь ставить на педаль, можешь не ставить. Круг у нас автоматизированный, электрический, то есть ничего ногами там подкручивать не надо, как было в древности. Нажала педаль, он заработал. Все керамические изделия создаются из разных сортов глины с добавлением примесей. С древнейших времен люди экспериментировали с составами, приемами формовки, обжига, украшения изделий. Уникальные свойства этого материала раскрывались постепенно. К примеру, секрет производства фаянса стал известен мастерам Древнего Египта в 15 веке до нашей эры. Гораздо позже мастера керамики из Англии и Франции создали мягкий фарфор. В Древней Руси уже в 10 веке с помощью гончарного круга изготовлялись различные чаши, ковши, украшенные геометрическим узором. А уже в 11 веке появилась роспись с применением глазури и эмали. В керамике 16 века стало применяться морение и лощение. Вскоре появились и плоскорельефные изображения. Современные мастера объединили опыт предков с новыми направлениями не только в искусстве, но и в строительстве. Появление огнеупорного кирпича, черепицы и заразцов в корне поменяло архитектурный облик городов. У нас есть готовый цилиндр, из которого мы должны сделать тарелку. Руку опускаем внутрь изделия, то есть четыре пальчика у нас сомкнутые, находятся внутри. Смотри, загибаем в такой вот крючок, большой палец руки у нас находится с этой стороны. Рука спокойно ходит, не сжимает, не кусает, не щипает, она спокойно гладит глину. Что делает правая рука? Правая рука у нас всегда находится на поддержке, то есть под слоем глины у тебя будет вот такое положение. И внутренней рукой, левой рукой ты толкаешь глину наружу на эту руку, этой рукой правой поддерживаешь. Вытягиваешь руки наверх, руки двигаются синхронно, то есть если и левая ушла, то и правая здания. Давай попробуем. Руки смачиваем. Руки в работе на гончарном круге всегда влажные, то есть на сухую мы не работаем. Вот себе поставим руки. Внутренней рукой немножко давишь, дави, дави, не бойся. Дави, дави, дави. Чувствуешь, что она сопротивляется? Да, да, да. И руки поднимаешь наверх. Молодец. Давай еще раз. Эти действия мы повторяем ровно до того момента, пока нам не нужна, пока мы не достигнем нужной нам формы. Так, а нам какая форма в итоге нужна? Тарелку, наверное, да, сделаем? Так что дави, расширяй, не бойся. То есть она станет впоследствии ниже, шире? Она станет, да, ниже и шире. А толщина изделия в итоге какая должна быть? Самая идеальная, чтобы не преснула? Самая идеальная от 5 до 7 миллиметров. Ну, конечно, если изделие будет тоньше по стеночкам, то это говорит об уровне профессионализма. То есть чем тоньше, естественно, тем лучше. Но для керамики, для майоликовой керамики 5-7 миллиметров вполне достаточно. За что я люблю керамическую посуду, за то, что она чувствуется в весе. То есть она тяжелая, она добротная. Это сразу понятно, что керамика. Не какой-то непонятный фарфор, не какой-то непонятный фаянс, а реально керамика. Оль, мы вот сегодня используем красную глину. Я же правильно понимаю? А вот какие виды глины еще бывают и с какими ты работаешь? В нашей мастерской мы работаем с белой глиной, с красной глиной, работаем с шамотом. И вот совсем недавно у нас такая возможность появилась поработать с нашей глиной, с карьера. Мы ее сейчас осваиваем, можно так сказать. Лепить она лепится, крутится она на гончарном круге, спокойно крутится. Пока не обжигали. Хочется очень посмотреть цвет и очень хочется посмотреть, какая она будет после декорирования глазурины. Что все в процессе. Возможно, что из нашей глины тоже что-то выйдет. Смотри, в принципе, у нас как чаша она готова. Можем ее оставить. Сейчас посушим газовой горелкой. Донышко зачистим. То есть, в принципе, у нас форма уже готова. Да, в принципе, у нас форма готова. Но вообще над формой можно сидеть очень долго, видоизменять ее, добавлять что-то. Мы сейчас тарелку нашу немножко газовой горелкой подсушим, чтобы ее можно было снять, не деформировав края. Приспособление интересное. Да, у нас очень много разных инструментов. Все прям не останавливает? Не останавливает, да. Держи горелку, не бойся. И ты, начиная от низа до верха, вот держишь горелкой. Отсушим наше изделие. Как понять, когда хватит? Когда пойдет пар. Да. Оля, какие самые сложные работы ты вообще делала? Ассортимент у тебя уже изделий очень большой. Ты знаешь, я, наверное, еще не пришла к своей сложной работе. Наверное, это будет какая-то архитектурная форма, малая. Какая-нибудь малая. Не на гончарном круге, наверное, нет. Архитектурная форма мне представляется какой-то такой дом. Да, для тебя это очень актуально. Я думаю, мы попробуем сделать дом. Попробуем заглазуровать его, да. Чтобы это был ваш символ. Нужно прорисовать сначала эскиз нам с тобой. Уже у нас тогда будет керамический дом. Он будет керамический, глазурованный, да, дом. Надо попробовать срочно. У нас будет новый формат. Попробуем подснять. Горелку выключай. Мы снимаем наше сырое изделие с гончарного круга. Так, вот лесочкой мы снимаем. Отрываем наше изделие и... Под низ. Да, у нас готова наша чаша. Она будет сохнуть около недели. Затем мы ее обожжем, поставим в печь, заглазуруем и она ваша. После того, как наше изделие высохло, мы ставим его в печь на обжиг. И наше изделие будет запекаться порядка 8 часов при температуре 980 градусов. После обжига изделия в работу вступают художники-керамисты. К нам присоединились две Натальи. И сейчас мы устроим небольшой мозговой штурм по росписи вот этой чаши. Можно какой-то город, вот, мое предложение. Давайте попробуем город и какого-то большого, уютного кота. Здорово. А вообще расскажите, какие техники, росписи изделий бывают? Оль, может быть, ты про все знаешь? Да, техник на самом деле великое множество. То есть можно писать по сырой керамике, можно писать по обожженной уже керамике. Такими красками, которые называются ангобы. Консистенцию они имеют гуаши. То есть для людей, которые в первый раз пришли, ангобы – это вот самый оптимальный вариант, чтобы сделать вот такую вот роспись. И еще один вид декорирования – это покрытие глазурями. То есть после обжига мы наносим глазури. Есть обычные глазури, глухие. Вот здесь, например, у нас лимончик. Это не могу достать. Когда глазурь идет одного цвета, покрываем большие объемы, маленькие объемы. У нас получается вот такая вот ровная поверхность. Есть глазури, которые имеют эффекты. То есть они так и называются – эффектарные глазури. Тоже покрываем, запекаем. Не всегда знаем, что получится. То есть вот когда мы разгружаем печь, мы прям бежим на работу посмотреть, что же там такое запеклось. Эффектарные глазури проявляют на керамике эффект. То есть вот здесь, например, эффект, я даже не знаю, как его назвать. Морской волны. Морской волны, да, глазурь так и называется – морской волны. Здесь у нас есть вот такая вот рыба. Здесь эффект красной лавы. То есть вот она потекла, эта лава. Образовалась такая вот красная потечная глазурь. То есть глазури великое множество. Очень разных, при разных температурах запекающихся. Наносить тоже их можно смешивать, если они одной температуры. То есть эффект всегда, эффект неожиданности на самом деле. Поэтому сегодня у нас работы попроще. Будем расписывать обычными кисточками, ангобами по керамике. Ну, вообще в идеале, конечно, нужно нарисовать эскиз. То есть что вы хотите представить на своем изделии. И уже отталкиваясь от эскиза, вы начинаете прорисовываться. У нас сегодня полет фантазии будет. Да, у вас сегодня полет фантазии. Мы у нас рисуем то, что придет в голову. Должно получиться, в принципе, хорошо. Потому что Наташа у нас очень замечательный художник. Который рисует очень быстро. Не успеешь и глянуться, уже что-то нарисовано. В итоге у нас получилась вот такая вот милая тарелочка с котом на крыше, с ночными звездами. Немножко все-таки, да, мы процарапаем окошку, чтобы она была более легкая и невесомая. Затем мы ее снова ставим в печь. Обливаем глазурью, ставим в печь. И уже на выходе у нас готовое изделие, которое кому-то будет подарено. Что с этой тарелкой можно сделать? Есть из нее можно? Да, конечно. То есть вся глина у нас сертифицированная. Глазурь у нас полностью пищевые. В посудомоечной машине любым моющим средством можно мыть. Можно есть, можно туда фрукты складывать. То есть она полностью готова к употреблению. Оль, спасибо большое за мастер-класс. И две прекрасные Натальи нам сегодня составили компанию. Наша программа подошла к концу. И стеклянный домик, наверное, сегодня ничем не заполнится, потому что, я думаю, в следующей программе у нас уже будет совершенно другой стеклянный домик. Вот Ольга мне пообещала, что она покажет, как сделать. Да, я обязательно покажу, как сделать, как его красиво заглазуровать, чтобы у вас был достойный красивый дом. Да, все. Так что мы с домиком с этим тоже попрощаемся. Свои предложения по мастер-классам и заявке на участие вы можете оставлять в группе ВКонтакте программы «Стеклянный дом» или звонить по телефону 56 54 54. Тепло глины и наших сердец соединились в этой милой чашке. Стать ее обладателем можете и вы. Участвуйте в розыгрыше и получите заслуженный приз. Все подробности в группе ВКонтакте программы «Стеклянный дом». ВКонтакте программы «Стеклянный дом» По параметре «Стеклянный дом» Субтитры создавал DimaTorzok